на библейский портал экзигет поступил вопрос как искупить грех прелюбодеяния этот грех наверное один из самых распространенных грехов святые отцы так говорили что самые два страшные греха которые нас отделяют от бога это злоба на кого-либо и брут вот сейчас наше время к сожалению люди не придают значение буду будут даже не считается грехом не по родам и деятельности приходится достаточно регулярно общаться с молодежью им приходится просто объяснять пытаться объяснить почему все-таки будут это грех но вот из этого вопроса следует что человек который задает этот вопрос он уже понимаешь что это грех это очень хорошо это слава богу то что сердце которым есть будут бога не чувствует отсюда вывод как искупить грех прелюбодеяния прежде всего надо его закончить прекратить если ты не можешь прекратить но на данный момент силу того что ну страсть она бывает сильнее человека тогда ты кайся в этом грехе бескомпромиссно без всякого оправдания понимая что вот это чувство она может быть очень яркая она может стать для тебя источником такого найти со временем языком драйва в жизни вот это чувство она обманчивая наркотики дают точно такое же поначалу чувство точно такое же и вот для начала ты пойми что грех прелюбодеяния это грех который разрушает твою личность нарушает личность этого партнера по этому греху ты делаешь зло не только себе где же зло еще и ему ты делаешь зло детям своим если они есть у тебя держу детям партнера если они они у него есть а главное как я сказал ты получаешься с богом ты теряешь бога в душе сейчас люди говорят меня бог душат он у тебя уже в душе его становится меньше и меньше его присутствие результате начнешь делать ужасные ошибки в жизни не только сфере вот такой там семейный то что касается греха прелюбодеяния а вообще в жизни начнешь делать ужасные ошибки не понимая что это ошибки и эти ошибки будете приводить потихоньку может быть медленно верно гибели духовной потом может быть и жизненно телесной вот ты испугайся этого греха осознай этот грех начни на вот этой платформе молиться за то чтобы грех тебя оставил чтобы господь избавил от тебя от твоего греха надо понимать что своими силами с не с одним грехом в том числе греху приблизяне человек справиться не может по определению это нужен спаситель вот и к спасителю и обратись может быть эта борьба будет непростая может быть эта борьба будет на протяжении многих месяцев или даже лет но победа будет гарантирована если ты каешься перед богом если ты будешь по-настоящему бескомпромиссно кается она будет достаточно быстро и вот начиная начало покаяние осознание потом покаяние потом оставление греха но потом нормальная целомудренная жизнь со своей супругом или супругой если они так как таковые являются или таскать брак заключенные о господи то есть ты верующий человек то есть начни жить нормально и ты почувствуешь что жить-то по-христиански очень хорошо лучше нам это даже не сравнить это вот знаете 180 градусов добро и зло да в христианском браке много трудностей но там и христианский брак может стать или человека тоже его живет по-христиански источником света а в груди это только путь в ад и больше никуда да конечно люди иногда говорят что ну вот а вот у меня началось там сбуда сплю бодеянина могут создали потом семью так сказать развелись сдали семью на все пошли принципе не так уж и плохо ну во первых у людей может не получился их допустим первый брак опять же силу греха и во втором браке они это осознали сделал работу на ошибками стали по-другому жить это хорошо но если у них не произошло по-настоящему покаяние то ну опыт показывается что может быть и 3 4 5 брак сколько угодно или в браке но таскать много-много друзей и подруг стране вот то есть человек который по грех путь я не не знает что такое любовь вот такого любовь которая от бога до сестра сильная но это проходящее одно и поздно это пройдет неименуем пройдет так и практик жизнь показывает а вот настоящий любовь который от бога она будет всегда богом подпитывается возвышаться углубляться и люди вот я просто расскажу не случайка не пришел один генерал но уже мы уже около 70 лет было у них с женой был 50 лет брака и моя в качестве разговора перед венчанием спросил зачем вы хотите венчаться он мне ответил такую очень сэкономентальную фразу хочу быть своей женой в этом веке и в будущем вот что такую настоящую любовь внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео